Девятого мая гомельские милиционеры спасли двух девушек. Десятиклассницы пытались покончить жизнь самоубийством. Одна из них даже прыгнула в СОЖ с автомобильного моста. Ее достали оттуда бойцы специального подразделения. Вторую милиционеры отговорили прыгать в воду. В Мозыре День Победы прошел без ЧП, однако на этой неделе они все-таки были. О самом интересном в программе «Факты и происшествия». Размер не имеет значения. Из магазина «Мегатоп» мужчина пытался вынести женскую обувь. Не точка, а многоточие. Прокуратура завела уголовное дело на руководителя игрового клуба «Три семерки». Шокотерапия от сотрудников ГАИ. Выставка автомобилей, пострадавших в ДТП, была представлена прямо в центре Гомеля. Прокуратурой Мозырского района 10 мая возбуждено уголовное дело на руководителя игрового клуба «Три семерки», расположенном в торговом центре «Молодежный». Поводом для возбуждения уголовного дела явились полуимученные прокуратурой района в ходе проверки сведения о том, что директор данной коммерческой структуры предоставил в лицензирующий орган, на тот момент это было Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, недостоверное сведение, на основании которых получил лицензию. «При пособничестве ряда как коммерсантов Мозырского района, так и должностных лиц, были составлены ложные документы, как то договор аренды помещения, акт обследования помещения органами внутренних дел и акт о том, что данное помещение охраняется департаментом охраны». Лицензия предпринимателя аннулирована, а в связи с тем, что он незаконно занимался коммерческой деятельностью, сегодня на него заведено еще одно уголовное дело. Напомним, что клуб «Три семерки» уже имеет дурную славу. Осенью прошлого года около игорного заведения в ходе перестрелки были убиты три человека. Материалы уголовных дел направлены в Следственный комитет. Мужчина пытался вынести из магазина «Мегатоп» три пары женской обуви. Свою отстояли сотрудники торговой точки. Размер не имеет значения и фасон тоже. С такими мыслями 1 мая по магазину «Мегатоп» разгуливал мужчина. Брать решил женскую обувь. Она расставлена в конце зала. Там сложнее уследить за покупками. Вору приглянулись три пары туфель. Он упаковал их в сумку и двинулся к выходу. Я стоял на входе. Ну, в принципе, как бы бледеное наблюдение у нас имеется. Но все равно, как бы сумки проверять нужно. То есть, за всеми людьми не следишь, за одно время. Вот. И проходил человек, то есть, подозрительной сумкой. Попросил проверить. Ну, а там оказалось, в принципе, наше все обувь. То есть, около трех пар. Дальше человек попытался выбежать с магазина. То есть, в принципе, я его оттолкнул. Наша кассирша быстренько захотела закрыть дверь. Ну, и он пошел уже по залу, скидывая обувь. Буйствовать злоумышленнику долго не пришлось. После нажатия тревожной кнопки приехали правоохранители. Молодого человека арестовали. Им оказался неработающий ранее судимый житель Речицы. Мужчина объяснил свой поступок. Ему срочно нужны были деньги. Сотрудники Гомельской таможни задержали контрабанду семян на сумму почти в 13,5 миллионов рублей. Груз обнаружили в автомобиле Volkswagen Charan. Он следовал из Украины в Беларусь через пункт пропуска Камарин. Перевезти контрабанду пытался житель Мозыря. Груз изъят по данному факту. Проводится проверка. Титановые диски, автомобильные покрышки и колеса на сумму 30 миллионов рублей были похищены из гаража в кооперативе «Нефтяник-7» по улице Гагарина. Следствие усложнит то, что владелец имущества точно не знает, когда произошла кража. Он не был в своем гараже с сентября 2011 года. Гомельская таможня Органами внутренних дел в качестве свидетеля преступления устанавливается личность мужчины, изображенного на фотографии. Предположительный возраст указанного лица 50-60 лет. Рост около 175 сантиметров. Среднего телосложения слегка сутулы. Был одет в зимнюю кепку темного цвета, зимнюю темную удлиненную куртку с капюшоном. Граждан, владеющих информацией, позволяющие установить данное лицо, просим сообщить в ближайший ОВД, либо по телефону 102. Мошенники в очередной раз воспользовались доверием людей пожилого возраста. Последний случай произошел 30 апреля в деревне Стрельск Мозырского района. Две неизвестные женщины проникли в их дом, когда дверь была открыта, они находились по месту своего жительства. И стали предлагать им услуги, связанные с приобретением коляски для инвалида-пенсионера. Заговорили таким образом пенсионеров, вывели их на улицу. Потерпевшие пропажу денег обнаружили спустя час после ухода данных женщин. Как выяснилось в ходе следствия, у одной из мошенниц была возможность совершить кражу. Правда, на тот момент пенсионеры не подозревали о намерениях гостей. По факту заведено уголовное дело, злоумышленники устанавливаются. Лучше пять раз увидеть, чем один раз испытать самому. Необычную выставку организовали сотрудники ГАИ в Гомеле. В качестве экспонатов на ней были представлены разбитые машины. Материал моих коллег. Необычную выставку организовали сотрудники ГАИ на площади Восстания. В качестве экспонатов разбитые машины. Подобная шокотерапия проводится в Гомеле уже в пятый раз. Результат аварии лучше пять раз увидеть, чем один раз испытать самому, говорят сотрудники ГАИ. За это время акция твердо подтвердила свою действенность. Автомобили к выставке подбирались те, в которых пострадали люди. А также были причинены защитные механические повреждения. Выставка автомобилей была организована экстренно. Причиной послужила погода. В связи с установившейся жарой число ДТП на дорогах Гомельщины резко возросло. Только за пятницу, в первый день установившейся жаркой погоды на территории Гомельской области, произошло пять учетных транспортных происшествий, к сожалению, в которых три человека погибли. В том числе и 16-летняя девушка. У каждого автомобиля своя печальная история, прочитать которую можно было на специальных информационных листках. Реакции у прохожих долго ждать не пришлось. Еще до завершения монтажа выставки на площади начали собираться люди. Неприятное, конечно, впечатление. Сам водитель уже с большими стажами знает, что это такое. Приятного мало. Это привлекает внимание, я думаю, особенно для молодежи. Все же результаты нарушения режима и так далее. Понятно, что когда человек нарушает правила дорожного движения, естественно, результат получается такой же. Считаю, что мероприятия эти нужны. Потому что впечатление, я не знаю, просто шок. Кажется, все уже. Конец жизни, все. Остановка, я не знаю. Ребенок он даже фотографирует, чтобы одноклассникам своим показать. Страх, конечно. С начала года на территории области задержано более двух тысяч пьяных водителей. По их вине за несколько последних месяцев произошло уже 23 ДТП. Результат – три человека погибло, более двух десятков получили ранения. Нельзя водить машины. И что из этого бывает? Аварии бывают страшные. Если плохо водить. Если плохо водить машину. Каждый человек остается в памяти эти разбитые машины. И может, для кого-то дойдет. Сотрудники ГАИ раздавали прохожим памятки о безопасности дорожного движения и проводили профилактические беседы. И будем надеяться, в сумме все эти меры смогут повлиять на беспечных водителей и научить их на чужих ошибках. На этом у меня все. Вы смотрели программу «Факты и происшествия». Берегите себя и соблюдайте закон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин